в эфире программа время говорить и сегодня проведу ее я юля ракотская 15 июня в приморском крае на самой кошачьей земле земле леопарда состоится трейловый забег леоран в гостях у нас сегодня ольга гаева спортивный директор трейлового забега леоран и директор бегового клуба run dns run и александрина кучина генеральный продюсер трейлового забега леоран девушки здравствуйте здравствуйте я хочу напомнить что организаторами масштабного спортивного праздника являются беговой клуб run dns run земля леопарда при поддержке министерства природных ресурсов и экологии российской федерации генерального партнера сяоми министерства спорта приморского края администрации хасанского муниципального округа и правительства приморского края оля начнем по традиции вопрос тебя всегда трейловый марафон был полумарафон а в этом году забег связаны изменения в этом году мы пройдемся в четвертый раз и нам хотелось что-то изменить сделать более интереснее для участников разнообразить поэтому мы изменили маршрут добавили дистанцию 15 километров то новая и полумарафон 21 1 перерос в дистанцию 22 километра и поэтому мы в этот раз являемся трейловым забегом мне почему-то всегда казалось что полумарафон это нечто более масштабное чем забег оказывается наоборот на дистанции получается полумарафон 21 и 1 все что выше это уже марафон это 42 километра а все что между ним это является просто трейлом трейловый забег в общем название дистанции а какие дистанции вообще в этом году будут доступны также как и в прошлом году дистанция 3 километра 5 километров 10 новая дистанция 15 километров и 22 они пролегают по новой ветке где участников ожидает болото то есть 15-22 будут преодолевать в этом году серьезное такое трейловое препятствие настоящее болото с грязью так что эмоции будет много это уже даже не забег это своего рода трейл действительно трейл да то есть он такой так и предполагается что ты пересеченная местность и болотистые места грязевые в общем все как любят участники александрина но в этом году сколько участников зарегистрировано знаете мы ставили лимит 700 участников и у нас продажи уже закрыты как неделю для нас это вообще очень невероятная история потому что обычно они у нас заканчивались там наверное за неделю а в этом году даже две недели они уже как закрыты и многие люди пишут и звонят очередь очень большая седу кто-то откажется от слота ли кто-то будет продавать очень хотят люди участвовать 700 участников география география до география у нас как обычно обширная это и запад это и дфо весь свердловская область питер москва то есть увеличивается количество как раз таки вот тех участников то есть помимо приморчан и дальнего востока приезжают еще столичные гости страны у нас в этом году 2 это россия и китай ну все наверное видимо кто успел потому что дистанции начали заканчиваться еще месяц назад у туристов пользуются популярностью из года в год до событий на это это событий не получается спортивный туризм а то есть можно приехать поучаствовать а так как мы разрешаем участника брать с собой плюс один то есть можно взять своего своего болельщика с собой а это уже тоже как это туризм называется поэтому действительно может быть когда-нибудь мы расширим количество участников пока мы этого сделать не можем но популярность трейла слава богу растет кстати я всегда хотела задать этот вопрос но мероприятия подобного рода проводится уже не впервые да только мы помним это был порум полу марафон теперь это забег почему именно леоран почему мы не знаю не тайгер гран как все-таки потому что мы проводим нас национальном парке земля леопарда и редкая кошка это леопард который обитает в этих краях она обитает только на дальнем востоке только у нас и то есть забег на территории данной кошки является уникальным соответственно лео ран то есть тоже своего рода такая поддержка этой редкой конечно себя можно считать и тигром также если ты бежишь этот забег в костюмах кто-то бежит до бегают вообще приветствуются и костюмы и какая-нибудь атрибутика дикой кошки и мы хотим в этом году попробовать поставить какой-то аквагримасе кто-нибудь согласится приехать в хасанский район но очень приятная по крайней мере запоминающиеся можно сделать наверное прекрасные фотографии поснимать себя выложить это все в социальные сети насладиться участием во всем этому потом себя похвалить за то что я молодец я преодолел дистанцию еще и медальку в конце получил традиции как это происходит происходит все это в хасанском районе на земле леопарда вопрос о безопасности участников да все таки маршрут он действительно непростой он трейловый соответственно это с подъем и спуске это сыпучий грунт это все-таки национальный парк и все моменты безопасности у нас учтены то есть первое что это участники проходят обработку от клещей мы всех обрабатываем на месте на площадке второе выдаем каждому фальшвейр чтобы бежал по фальшвейр был в руках это на случай да если встречи с диким животным ну эта встреча конечно редкость редкость дает то есть это в одна из там не знаю миллиона возможности но все-таки мы даже на счет ну рассмотрели такой момент безопасности за четыре года слава богу еще не было леопарды на тропе не встречались ну и конечно же до маршала безопасности по самой дистанции то есть каждый километр будет либо веломаршал либо пешеходный маршал каждые два с половиной пункта питания где участник может перекусить это вода изотоник бананы помидорки черри вот подкрепиться и соответственно нужно если будет какая-то помощь тоже также медицинская помощь находится на пунктах питания вот карета скорой помощи на финише в общем и маршала безопасности особенно в болоте мы прямо постараемся так чтобы там тоже у нас было очень много маршалов те кто сможет за безопасностью но это на тот случай если вдруг например жара кому-то стало плохо да вот на какие-то такие вещи на случай могут быть разные потому что за четыре года погода была различная было и палящее солнце был дождь накануне в последний раз был очень сильный дождь и была очень сильная грязь и было очень сильно скользко то есть тоже такие моменты как падения есть поэтому мы обязательно говорим о правилах экипировки вот так что безопасность она такая многогранная самом деле мы каждому участнику выдаем буклет участника и там от земли леопарда есть как раз таки абзац про то если вдруг вы встретили какого-нибудь зверя но это просто как нужная нужная информация для для понимания но самом деле никого еще не встречали поэтому звери тоже очень хорошо все понимают и стараются держаться от людей подальше тем более от большого скопления хочется отметить да что мы не в зоне обитания животных проводим мы в рекреационной зоне то есть это там где туристические маршруты так пролегает соответственно мы в той зоне где мы не мешаем животным и животные мешают нам это находится далеко туда будет организован какой-то подвоз еще что-то да конечно у нас с города владивостока будет трансфера потом с барабаша будет трансфер потому что туда припарковаться там где место старта нельзя во первых там нет парковки на дороге парковаться нельзя это опасно потому что эта трасса скоростная поэтому все кто захочет приехать на машине они приедут в барабаш припаркуется у нас там будет как раз возле визит центра земли леопарда парковочное место автобусы которые могут всех доставить менеджер нашего колл-центра обзванивает отдельно по трансферу каждого участника для уточнения информации и все расписание трансфера также будут даны и буклете участника и анонсы на сайте и рассылки то есть мы везде напишем соцсетях в принципе все это предусмотрено да для того чтобы максимально также туда привезли и обратно увезли расписание все будет доступно почему люди едут так далеко казалось бы надо доехать до барабаша пересесть на трансфер все это пройти все это преодолеть такое событие создать в лесу а еще на такой прекрасной заповедной земле мне кажется это уникально и эмоциями и вообще самим ощущением того что ты приехал на природу единение с природой потому что ну вообще мне кажется последнее время тенденция такая выбираться на природу людей вообще просто отдохнуть прогуляться как мы сегодня да поэтому это два в одном ты в событии поучаствовал в прекрасном и побыл на природе хочу добавить что да мне кажется без ложной скромности мы являемся единственным таким крупным трейловым забегом на дальнем востоке то есть на западе понятно трейловые тоже забеги проводятся вот но очень уникальным и все-таки своей леопардовой кошкой и очень красивый дальневосточной природой ну да это же своего рода тайга можно так сказать это национальный парк все все шикарно а мы кстати сертифицированы сейчас и тро в этом году сертификация трейловая международная насколько я помню да да это присваивает определенные плюсы то есть такие же поэтому это очень важно для спортсменов для спортсменов они собирают некоторые баллы которые помогают им потом принять части в других каких-то мероприятий мы не просто трейл мы сертифицированы трейлу вот так на новый уровень выходите с каждым годом все лучше и лучше и сама тропа действительно она очень просто яркая и красивая она проходит по холмам то есть это такая прям хорошая видимость видно даже море местами вот местами можно увидеть следы действительно животных копытных и даже тигринных вот ясно погоду если прям совсем ясно ясно даже можно мосты власти востока увидеть а вот так очень и очень далеко если прям с очень ясно а трасса уже опробована ну трасса опробована лично нами да мы выезжали именно построили болото все прошлись пешком не не бегали но прошли вот уже буквально на следующей неделе мы выезжаем тех составом техническим составом и будем строить маршрут а потом и городок вопрос по экипировке что важно взять с собой что важно надеть на себя очень важно надеть на себя головной убор потому что может быть солнце даже если нет солнца сильного чтобы не перегреться это прям важный момент и обувь это трейловая обувь кроссовки с ярко выраженным протектором потому как может быть дождь и даже если дождя не будет грунт сыпучий то есть важно бежать в правильной обуви все что на нас надета я рекомендую сюда брать людям несколько комплектов это и майка с шортами и лосины с кофтой до чтобы утром уже понять в чем будет комфортнее бежать исходя из нашей приморской непостоянной погоде призовой фонд забега призов фонд забега это как всегда 360 тысяч рублей делится на абсолютных победителей в каждой дистанции 1 2 3 место даже есть 4 5 6 м же кубки получают все победители плюс прекрасные призы от нашего генерального партнера компании сяоми это сяоми 14 и также айпады и бэнды смарт часы в общем никого не обделим призами детки получают у нас мягкие игрушки то есть у нас нет зачета среди деток потому что таки это трейл это сложная дистанция дети у нас участвуют 10 плюс возраста поэтому мы всем на финише дарим призов генерального партнера это мягкие игрушки и панамы деткам это все люб все равно в любом случае приятно и для них это тоже такое мне кажется запоминающиеся события потому что родители наверное бегут детки наблюдают тем более в этом году год семьи как раз таки у нас участвует много семей мама папа и ребенок и как раз ли уран вошел программу семейные выходные так что те семьи которые участвуют и приезжают среди них тоже мы выберем самым многочисленные подарим им подарки какие-то подарки на там кубок будет участвует участие большой семье и какие-то подарки сувениры раз едут целыми семьями то и соответственно можно приехать и поболеть за участников правильно ну как бы у нас получается имеется ввиду именно как раз те кто участвует на семье если говорить про зрителей то это плюс один к человеку конечно принципе семья то они могут плюс один прибавить и получится что будет уже такая большая группа поддержки у семьи но для них для болельщиков предусмотрены какие-то активности у нас там будет сцена стоять будет музыкальная программа фудкортная линия будет фотозоны несколько будет можно пофотографироваться потом у нас там будет розыгрыш для участников по стартовым номерам ну в общем это такое мероприятие она все равно локальная и немного я бы сказала камерная поэтому слишком много активности там не сделаешь потому что площадка она в принципе не сильно большая но все что мы можем сделать для того чтобы было было комфортно и интересно мы сделаем можно ли еще приобрести слоты уже нет к сожалению продажи закрыты уже две недели как по моему ли полторы недели в общем они уже закрыты к сожалению уже все можно потом посмотреть фотографии видеоролик и в следующем году пораньше приобрести да но мы ждем всех кто зарегистрировался в этом году также новый стартовый пакет мы его можем наблюдать что он себя включает оль расскажи на в этом году очень красивый яркий мерч у нас в таким леопардовым ярким принтом такая панамка то есть на все случаи жизни двусторонняя кому жарко если холодно очень классная майка спортивная доставать не буду да ну что она очень с ярким красивым принт принтом как у александрины на на мне и такой пакет участника тоже очень яркий красивый плотный который можно потом использовать как рюкзак занятие спортом вот и конечно же это красивая очень дизайнерская медаль такая тяжелая весомая прям ее нужно прям заслужить пробежав по нашему трейлу замечательному в этом году по стилю мы ушли в этнику нам захотелось прямо что-то такого интересного необычного ну и лео принт мы ни разу не делали на основном мерче леопардовый принт в этом году захотели вот так скажем когда мы пока презентовали стартовый пакет так сразу закончили слоты да то есть они еще немножко были мы презентовали все разлетелись за день ну конечно все так красиво все так по-новому я думаю что участники оценят и уже оценили ну и конечно же кто в этом году является партнерами как обычно традиционно нашим генеральным партнером является компания xiaomi они поддерживают нас уже четвертый год мы очень рады этому и надеемся что еще несколько лет будут нас поддерживать будут с нами и в этом году генеральный партнер помимо призов победителям то есть смартфоны айпады и часы также решил порадовать наших финишеров финишным пакетом в который входит стильный шоппер блокнот участника бутылка для воды и тоже панама то есть у участников будет по две панамы ну никогда не бывает лишним ну что ж девочки я желаю вам новых и новых побед новых участников расширения географии всегда этого проекта чтобы все прошло хорошо погода порадовала и люди тоже порадовались спасибо большое всех ждем 15 июня до встречи на старте я напомню это была программа время говорить и сегодня мы говорили о предстоящем трейловом забеге леоран который пройдет на земле леопарда 15 июня в гостях у нас были спортивный директор трейлова забега леоран ольга гаева и директор бегового клуба ран днс ран а также александрина кучина генеральный продюсер трейлова забега леоран на сегодня все с вами была юлия ракотская увидимся на восьмом